Добрый день, уважаемые подписчики канала Процветок! С вами Ольга Дуброва. И сегодня мы поговорим о том, что надо делать с пионами весной, конечно. Пионы – замечательное растение, очень много различных сортов. Это те цветы, которые передают такую эстафетную палочку из весны в лето. Засветая в конце мая, они активно цветут в начале июня, в июне месяце. Пионы, как вы помните, могут быть разные. Это могут быть травянистые, древесные. И сейчас очень распространенная, очень модная, очень дорогая позиция, которая называется и то гибриды. Гибриды – это именно гибриды между травянистым и древесным пионом. Древесные пионы передали им свой коренастый вид, крепкий стебель, получается крепкий куст. Ну, а травянистые – свое обильное цветение и необычное и пышное цветение. Травянистые пионы, они, как и и то гибриды, любят хорошо удобренную почву с большим содержанием органики. Но травянистые пионы, они все-таки менее прихотливые и совершенно спокойно относятся к полутени. Конечно, на солнечном участке, если мы предоставим, они будут свисти лучше. Но и то гибриды любят все-таки солнечное освещение. Древесные пионы также предпочитают хорошо освещенное место. Поэтому, если вы сажаете в этом году впервые, то выбирайте такое место, где хотя бы 6 часов в сутки будет хорошее освещение и не будет тени плотной от какого-то большого дерева или от вашего дома. Древесные пионы, к тому же, они менее прихотливые. Конечно, первые пару лет они могут отмерзать. Ну, а затем они не требуют укрытия. И, несмотря на то, что наземная часть иногда отмерзает, ну, даже не наземная часть, а травянистые побеги, которые не успели одревеснить, они затем замечательно зимуют и очень долговечные. Точно, как и мой куст. Правда, он травянистый. Его уже прямо выперло наружу. И что же делать весной? Весна – залог успеха в течение сезона для пиона. И весной мы, конечно же, будем проводить кормежку. И в зависимости от почвенных условий мы будем проводить подкормку как количественно, так и качественно разную. Если почвы ваши более-менее плодородные, суглинистые, полусуглинистые, значит, питательных веществ надо дополнительных каких-то меньше. Если почвы песчаные, на них быстро все вымывается, значит, мы дозу увеличиваем. Но открою вам секрет, что в целом пионы обходятся без дополнительных навороченных удобрений, поэтому не стоит гоняться за какими-то там особенными новинками. И вполне себе достаточно покормить их в начале сезона, точно как и мы подкармливаем всякие другие растения, когда сойдет снег и установятся положительные дневные температуры. Пион, по мере того, как он отрастает, он отрастает, в принципе, очень долго. Всякие другие уже проснутся и уже колосятся, можно сказать, а почки пионов все еще никак не пробьются, особенно у тех сортов, которые среднего и позднего срока цветения. Ранее пионы, они быстрее отрастают, и, в принципе, после того, как они начали отрастать, они отрастают уже стремительно, потому что в целом это мощные кусты с мощной корневой системой. Поэтому, если ваши посадки какие-то новые, то рекомендую с осени поставить там какую-то метку, чтобы весной вы ненароком не забыли о том, где вы его посадили и погиб он или не погиб. А вот эта метка будет вам как бы таким маячком о том, что именно в этом месте он и сидит, потому что можно разойтись во время пропулки и выполоть почки, которые там уже просыпаются. И вот когда отрастание пиона произойдет на высоту 10-12 сантиметров, мы и подкармливаем. Чем подкармливаем? Любым доступным удобрением. Я вообще рекомендую не смотреть на марки, потому что марок появляется каждый год все больше и больше, разнообразнее. Иногда производители идут на такие уловки, что это для пиона, это для розы, это там еще для чего-то. Я не беру в расчет удобрения для растений, которые предпочитают кислые почвы. Поэтому, если вы не найдете в названии для пиона, не огорчайтесь, а у вас где-то в закромах есть для розы и пион такой же красивый цветущий куст, как и роза, поэтому можно и этим удобрением воспользоваться. Но всегда обращайте внимание при покупке на содержание по действующему веществу. Это вот эти основные элементы азотфосфоркалий. Они всегда выстраиваются в одном порядке друг за другом НПК. и чтобы содержание азота было в этом удобрении невысоким. То есть оно может там быть написано 5, 10, 10, либо 10, 20, 20. Вполне себе подойдет удобрение фертика, у которого там что-то азота кажется 12, 8, 14 калия. Очень даже подойдет. И когда мы подкармливаем, помните, как я вам рассказывала про подкормку гортензии, берем это на вооружение. И когда мы помним, какой был куст в прошлом году, значит дополнительные корешки, которые образовываются, будут в течение сезона. Это всасывающие корешки. Они самые активные, они больше всего в себя впитывают и дальше проводят питательных веществ. Поэтому мы проецируем крону на почву и в почве делаем такую бороздку по радиусу, туда насыпаем и заделываем. Можно ли воспользоваться мочевиной? Можно воспользоваться. Но вы помните, что мочевина или карбамид – это удобрение с высоким содержанием азота, 46-45-46 процентов. Ну и, естественно, дозировку мы возьмем меньшую. Это примерно 5-10 грамм. Чтобы не таскать с собой ложки. 5 грамм. Вот так вот сделали ладошечку. 5 грамм – это будет чайная ложечка. Она вот здесь вот у нас расположится. Столовая ложка займет вот это пространство от большого пальца к мизинцу по проекции. Но уже калипрыгарша, то это 2 столовых ложки. Это уже будет вот так вот. Поэтому карбамида мы возьмем в перчатке, конечно, чайную ложку. А если будем брать, например, фертику или какие-то другие удобрения с невысоким содержанием азота, то мы возьмем столовую ложку, значит, вот нашу эту черпалочку. Мочевина чем еще хороша? Тем, что она, в отличие от других азотных удобрений с высоким содержанием азота, она является как бы легким фунгицидом. Ей можно даже обрабатывать по наземной части. И не будет происходить ожога, конечно же, если мы будем следовать инструкции. Ну и пусть вашей отправной точкой при использовании удобрений будет, может быть, не эти граммы, столовые ложки, а вы пользуетесь всегда инструкцией на обратной стороне упаковки. Это будет гораздо надежнее, потому что вот иногда я даже читала про ту же мочевину, что чуть ли не 100 грамм на 10 литров, и думаю, боже ж мой, это же вот человек вот так вот прочитает, понадеется на то, что все там советует хорошо, и таким образом можно сжечь растение. Это касается вот обработок тоже. Следуйте всегда непременно инструкцией, а не на глазок. Потому что, как что называется, первое дело мы там заглянули в интернет, и первое попавшееся начинаем использовать, первые советы. Тут такой принцип доверяй, но все-таки проверяй. Ну вот провели мы подкормку, провели мы обработку. Если обрабатывать, то тогда мы обрабатываем мочевиной в жидком виде уже по листу в дальнейшем. Почему я это говорю про пионы? Потому что пионы, они всегда отяготеют каким-нибудь там болезням непременно. И в жидком виде, то есть в зависимости от того, насколько мы осознаем, какое было состояние в прошлом году, три или шесть столовых ложек, то есть если слабое было положение, то три, а если более сильное, и там было все плохо к осени, то тогда берем шесть столовых ложек, разбавляем в десяти литрах, и вот этого объема нам хватит обработать растения на сотку. Вот в таком жидком виде мы обрабатываем по листу пионы. Когда следующая будет подкормка для пионов, следующая подкормка будет уже тогда, когда они начнут бутонизировать. И что мы можем применять? Мы можем применять тогда уже удобрения, которые в своем составе содержат фосфор, потому что не стоит вместе с мочевиной, или когда мы берем удобрения с высоким содержанием азота, применять суперфосфат, потому что будет происходить торможение его доступности, разложение его. И применяя суперфосфат и азотное удобрение, мы не смешиваем их с доломитовой мукой, потому что также образуются нерастворимые соединения. Это мы с вами решили. То, что касается обработок, мы уже весной можем видеть, есть ли поражение таким заболеванием, как серая гниль. Или такое научное название, ботритис красивая звучит. Уже позднее, когда начнется цветение, либо на стадии бутонизации, серая гниль еще поражает. Серую гниль мы можем увидеть ее наличие с наступлением ранней весной и теплых дней. А такие непременные спутники, их, конечно, очень много по списку для пионов, но иногда и они не появляются, когда правильная агротехника, поэтому даешь правильную агротехнику. Все непременно может прицепиться ржавчина на пионах, мучнистая роса и различные пятнистости, начиная с черной, бурой и всякие прочие. Вы это поймете по различным кольцам, пятнам на листьях. Они появляются тогда, когда наступает влажные периоды, холодные, загущенные посадки, плохая проветриваемость. И вот они тогда приходят. И особенно, когда существует какой-нибудь такой патогенный фон, там всякие хвойники, барбарисы, когда есть откуда взяться этой ржавчине или мучнистой росе. Но это будет позже. А сейчас для нас важно первым делом произвести профилактические обработки от серой гнили. Если она у вас была в прошлом году, то растение может, в принципе, даже и погибнуть. Но цветение при сильном поражении вы не дождетесь, потому что поражаются сначала у основания, образуются серые налеты, потом буреют побеги, потом это напасть переносится на бутоны, они коричневеют, не развиваются. И отгнивают, либо отваливаются. Если сильное поражение, то, конечно, мы будем прибегать к таким жестким химическим препаратам. Но я всегда против этих мер и всегда откладываю их подальше. И если правильная агротехника, то, в принципе, это нас может и спасать. Какие препараты химические можно назвать? Это либо витароз, скор. Они будут хорошо спасать от этих бед. И там надо соблюдать, конечно, дозировку и то, что называется, сроки обработки. Смотреть, чтобы были положительные температуры. То есть сейчас бесполезно это проводить, потому что еще низкие температуры этими препаратами. И они будут просто впустую отравлять нашу окружающую среду и нас самих. То, что касается других препаратов выбора, то, конечно же, я вам напомню о том, что линейка Профит нас обеспечивает такими препаратами, которые присутствуют, их действующие вещества, то есть культуральные жидкости, они присутствуют в природе. Если мы возьмем пробу земли и ее расколотим там и проверим, какие же там микроорганизмы, мы в том числе найдем там как и плохие, так и хорошие. И вот эти культуральные жидкости, которые в себе содержат различные там сенные палочки, в отличие от фитоспорина, сенная палочка, которая из линейки Профит, она содержит два штамма бактерий. Хорошо работает также триходерма, но в такой период, когда еще ранняя весна и температуры низкие, то я бы порекомендовала вам использовать триходерму и именно в жидком виде. Конечно, вы можете почитать, исходя из своих каких-то пристрастий и своей занятости или вообще из любви к химии, можете брать и в сухой форме, но мне кажется, что гораздо удобнее в жидкой форме. Триходерма хороша тем, что она уже подготовлена в жидкой форме, и нам остается только разбавить. Мы ее храним где-то при умеренных температурах, 15-16 градусов. Берем соответствие с инструкцией, то есть можно взять 10 мл, не разводить большой объем на ведро, 100 мл на 10 л, а взять 10 мл на литр и обработать конкретный куст или исходя уже из ваших посадок. Здесь все четко написано. Почему именно триходерму я сейчас вам предлагаю? Потому что она при низких весенних температурах уже будет работать. И это будет залогом того, что в течение сезона вот эти культуры гриба будут там заселяться. Сначала они будут поглощать те белизнетворные патогены, которые уже есть. Потом они будут образовывать колонии вокруг корневой системы и тем самым они будут оберегать и корневую систему, и само растение, и будет цветение, и будет здоровье не только вот конкретно, где мы полили, но потеряв пищу здесь, они пойдут в поисках дополнительного источника пищи и дальше, и тем самым будут оберегать наши растения, наши клумбы-цветники. Вот уже произошло такое отрастание куста пиона. Этот куст долгожитель. Но, чтобы вы понимали, пионы на одном месте могут расти длительное время. И 20, и 50 лет. Даже при не очень хорошем уходе. В каком уходе? Это типа там подкормки и все такое. Новомодные удобрения. Мы подрыхливаем почву. Мы видим, что уже сныть вместе с пионами отрастает. Подрыхливаем. Не боимся, что мы там что-то повредим. Корни у пиона достаточно мощные. И если бы я сейчас захотела его выкапывать, тут бы мне пришлось пригласить двоих мужчин. Потому что корни очень крепкие и очень глубоко уходят. И тут уже надо топор или очень острая лопата. Значит, удаляем все сорняки. Взрыхливаем землю. И понимая о том, что корневая система у него обширная, мы и дальше рыхлим. Потому что здесь, вот видите, уже всякие другие ребята начинают отрастать. Примулы, флоксы. Ну, не буду тут тщательно вам все это показывать. Это и так понятно. Понятно, что еще. Что все вот эти вот прошлогодние, а иногда даже и позапрошлогодние, которые даже вот просто выламываются, снимаются побеги, мы все остатки побегов, мы все их удаляем. Осенью они были обрезаны, а сейчас они абсолютно не нужны, потому что могут быть источником инфекции. Если вы помните, что ваше растение в прошлом году поражалось по осени мучнистой росой, либо другими какими-то пятнистостями, либо, не дай бог, конечно, серая гниль, но здесь я вижу, что у основания они абсолютно чистые, сныть только присутствует, основания чистые, нету следов никаких поражений, поэтому мы просто произведем профилактику для того, чтобы в течение сезона не было поражения другими различными патогенами. И вот я беру триходерму, тут у меня литр воды, 10 миллилитров, это вот нижняя часть колпачка, добавляю, размешиваю и проливаю. Вот этого, я думаю, будет достаточно, концентрация рабочая, ее хватит в этом объеме и на другие растения. Все, пошли работать. Дальше что? Дальше мы будем подкармливать. подкармливать. Как я вам говорила, здесь у меня удобрение фертика, такие немножко разноцветные гранулы, умеренные, которые называются универсальные. И беру ее 20 грамм. Просыпаю по периметру. Сюда сыпать смысла нет, потому что здесь, если вы откопаете, вы увидите вот такой вот сбитый конгломерат. Это старый корень. Там толку никакого не будет. И пока это удобрение просочится в часть, где активные молодые корешки, то это пройдет, много воды утечет. Поэтому по радиусу и заглубляем. Перемешиваем с почвой. Если вы будете использовать карбамид, то все непременно заглубляем сантиметров 5, заглубляем, чтобы он начал работать уже с почвой, с почвенными бактериями и проникал в корневую систему. Потому что карбамид имеет очень активный азот и он быстро испаряется с воздухом. Если у вас маленькие растения, карбамид тем более надо заделывать, потому что происходит его, когда испарение, то эти аммиачные пары могут поражать молодые проростки. Такого не страшно будет на этом расстоянии, но когда мы близко к молодым насыпаем, то иногда получается, что проростки могут погибать. так, это мы сделаем. Потом хорошо, конечно, пион мульчировать. Чем мульчировать? Тоже сильно не заморачивайтесь, что у вас есть, тем и мульчируйте. Перепревшим компостом, перепревшим навозом, опилками, опилками, которые смешаны уже возможно тоже не свежие, но это большой роли не играет, но оно как-то красивше выглядит, когда они смешаны с некислым торфом, чем угодно смешайте. Вы это все заделываете. Не надо здесь засыпать, потому что всякие дополнительные материалы, они при наличии инфекции могут накапливать в себе эту инфекцию, и потом дальше будет происходить заражение самого растения. Но если вы знали, что в прошлом году ваше растение очень сильно поражалось либо мучнистой росой, либо ржавчиной, либо еще какими-то заразами, то хорошо после того, как вы пролили либо каким-то природным фунгицидом, либо химическим фунгицидом, вы засыпаете поверхность песком. Песок будет препятствовать проникновению и заражению наших растений. Вот песком можно присыпать и среди побегов. Какое... О, это жужелица. Это хороший знак. Она полезная, как говорил Шариков. Слом полезное животное, так что жужелица для сада полезная насекомая. Засыпали. Какой высоты? 2-3 сантиметра этого будет достаточно. Засыпали. Теперь мы можем быть спокойны за здоровье нашего пиона. Не обязательно. Сейчас может показаться, что надо и засыпать мульчой, а потом еще и песком. Не обязательно. Если он был здоров, достаточно мульчирования. Если был нездоров, то мы просто засыпаем песков без мульчирования. Здесь у меня экспериментальный образец. Ну вот все мы сделали. Мы подкормили, мы обработали, мы замульчировали, ну и все. Бумбара чуфара. Я уверена, что в этом году он порадует меня, точно как и все прошлые годы. Спасибо за внимание. До новых встреч. Редактор субтитров Редактор субтитров Редактор субтитров Корректор А.